Большой неприятностью закончился для Таира Сулейменова обычный поход за продуктами. Пока семья находилась в супермаркете, в их квартире орудовал домушник. Денег в доме не было. Грабители вынесли дорогой ноутбук и ювелирные украшения. Всего на 700 тысяч тенге. Когда пришли домой, открывать начали замок. Замок был уже открытый. Дверь была вся целая, все целое было. Но как мы зашли домой, увидели, что разбросаны все вещи. После этого позвонили в милицию. Милиция прибыла где-то через минуту 15-20 буквально. После они сняли отпечатки, написали заявление, дали контактный номер и попросили, чтобы мы сдали съемку с подъезда. Раскрыть преступление камеры видеонаблюдения не помогли. Они попросту в тот день не работали. Как выяснилось, не случайно. Схема такова, что злоумышленники проникают в подъезды, они выкрадывают наше оборудование, а затем впоследствии они обкрадывают квартиры жителей там, где было установлено видеооборудование. И так как мы не можем им предоставить, получается, что злоумышленники остаются безнаказанными. По словам экспертов, даже если грабителю не удастся пробраться в дом, система видеонаблюдения тоже неплохая нажива. На рынке за нее могут выложить кругленькую сумму. Пробраться сегодня в жилые дома домушникам не составляет особого труда. Ему достаточно набрать номер любой квартиры, представиться соседом и попросить впустить его домой. Оказавшись в подъезде, злоумышленнику остается решить простую задачу – подобрать ключ от замка двери и быстро вынести все драгоценные вещи из квартиры. На этих кадрах видно, как двое парней пытаются проникнуть в подсобное помещение, в котором находится видеорегистратор и жесткий диск. Случай этот произошел в одном из домов Бостандыкского района. Злоумышленникам не удалось реализовать свои планы. Их отпугнули местные жители. Это самый распространенный вид преступлений, который совершается в крупном мегаполисе. Как бы это скорбно ни звучало, в город Алматы стекаются разные силы. Не только добросовестные инвесторы, но и любители легкой наживы. Особенно в свете последней амнистии, то лиц, которые поводились зарабатывать только легкие деньги, стало намного больше. К слову, за прошлый год в Алматы было задержано 410 преступных группировок, которые занимались квартирными кражами. И с началом 2017-го статистика не улучшилась. Так, по данным Генпрокуратуры, в Мангистаусской, Южно-Казахстанской и Алматинской областях такие преступления фиксируются чаще. Более чем на 30%. Юрнур Душанов, Валерий Таубалдеев, телеканал Алматы.